Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала! Хочу сегодня поздравить сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин. С наступающим вас праздником! Я желаю вам быть надежной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех ее проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы, успешны! Пусть окружающие радуют! Семья дает вам силы и вдохновения, а работа приносит желанные плоды. Мужество вам, сила духа и много-много удачи! Ну а сейчас приятного прослушивания! Добрый день! Добрый! Светлана Евгеньевна? Да! Сбербанк России ведущий специалист. Шамш Александр Васильевич данный разговор записывает. Мне было передано ваше досье для сопровождения судебного производства по кредитным договорам. Я вчера женщину сопровождала. Вы по-разному сопровождаете? По одному дню? Сумма долг у вас стоит 336 300 рублей. По кредиту вы должны оплатить 173 500 рублей 292 дня. От вас оплата не поступает. По второму кредиту на 195 086 300 рублей. Также 292 дня вы нарушаете условия договора. И по кредитной карте 76 700 рублей. В 401 день в вас оплата не поступает. Поэтому банкам было принято решение о подаче заявления в суд по месту вашего проживания. Данную сумму вы должны оплатить в ближайшие 3 дня. Каким способом будет оплата терминала? Скажите пожалуйста, почему мое досье шляется от одного специалиста к другому? Если вас это не устраивает, оплатите долг, никто звонить вам не будет. Нет, меня звонки очень устраивают. Мне интересно, почему мое досье шляется по всем рукам там. Слонгин, вы находите причину, чтобы мне плачут данный кредит? Я задала нормальный вопрос. Мое досье, мои персональные данные, моя информация о задолженности шляется там по всем, по вашим. Скоро мне уже уборщица позвонит. Но у вас должен быть какой-то один сотрудник, который занимается направлением моего дела в суд. Мало того, что вы полгода его не можете направить. Даете 3 дня, но оно у вас всегда в суде и в суде уже лежит. Зачем вы эти заблуждения? Вы отменились? Нет, нет, но причем здесь после отмены судебного приказа. Еще до Нового года мне стали звонить ваши специалисты с главного управления, говорить то, что дело находится в суде, но не, 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 в суде. У меня запись каждого разговора. Но если я в течение 3 дней оплачу, то они все заберут. Вы хотите отозвать исковое заявление из суда? Ответьте мне на вопрос. Если вы оплачиваете долг, естественно, вы ничего не будете оплачивать по решению суда. Да это я понимаю, что если я оплачиваю, то я не буду. Это ваше законное право. Вы меня не хотите понять, либо делайте вид, что не хотите понять. Да причем забыли мы про этот приказ. А я его отменила, вы пошли с иском. В чем трудность подать исковое заявление? В них компетентности сотрудников ваших. То, что суд не хочет рассматривать. Почему полгода мое досье шляется где угодно, но только не в суде. Она в суд так и не попала. То есть добровольно решать вопрос вы не собираетесь? Я не собираюсь. Я вчера об этом говорила. Позавчера. А вы все сопровождаете и сопровождаете. Что там по этим договорам? Фиксируйте. До свидания. Информируем вас об адресе банка. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Статья из Гражданского кодекса. Вам скрипт поменяли. Я пока еще не начинала ничего говорить, чтобы мне надо было угомониться. Вы же звоните, Башка. Ты скрипт отложи свой. Давай мне нормально. А то сейчас пойдешь у меня виляющей походкой. Попросите родных облицах передоставлены. Я сейчас попросу у тебя. Ебанашка. Начинайте реализовывать имущество. Здравствуйте. Меня зовут Косачева. Дарья Александровна, специалист компании ООО «Мангофинансы». Детя поздать разговора. Олеся Федоровна, я могу? Да, я слушаю. Я звоню в отношении задолженности. Позаима, скажите, пожалуйста, в чем причина неоплата. 94 дня на просрочке. Находится задолженность 8300 рублей. Причина – отсутствие денежных средств. Вам эта причина чем поможет? Почему они у вас отсутствуют? Закончились. А вы не работаете? Ну, что, если человек работает, у него денежные средства не могут закончиться. Были более важные у меня, так сказать, дела, вещи, потребности, которые, на которые было потрачено все. На данный момент, как планируете ситуацию исправлять потребность? Ну, как бы я уже предупреждена задолженность, начисление штрафных санкций, как вы говорите, то, соответственно, теперь вопрос я буду решать исключительно в рамках исполнительного судопроизводства на основании вынесенного судебного решения. На данный момент вам компания выставляет требования оплаты просили на добровольной основе в течение суток. Ничего, компания в вашем данный момент не выставляет. В рамках 230-го федерального закона вы позвонили и уведомили о наличии просроченной задолженности, как бы попросили оплатить. Не более, не менее того. Также должны понимать, что в случае неполнения обязательств компания может принимать в отношении вас санкции. Это будет либо приступка права требований в коллекторские организации, либо подача искусств заявления в суд. Ну, пожалуйста. Ну, что право. Слово «санкции» здесь очень звонко звучит. «Санкции». Это то, что вам нечего сделать. «Панкинг на данный момент не поднялась регистрация проживания». «Даже если поменяется, я по телефону это не сообщаю, это в письменном виде уведомляют. Значит, нужно зайти в личный кабинет данного информации?» «Я не понимаю, у меня нет в моей голове понятия личного кабинета. У нас есть Почта России. Заказное письмо я отправлю, как положено. Это у вас все через личный кабинет, который ни одним законодательным актом не рекламентируется. У нас что с вами есть? Да, по соглашению на личный кабинет. И что? А при чем здесь мои персональные данные, денежные средства? Я денежные средства на карту получила, а не в личном кабинете. Вы займ оформили в личном кабинете, данные все предоставили, чтобы вам компания предоставила денежные средства на основании этих данных. Так, я оформила там, а получила я на карту денежные средства, а не в кабинете ни в каком. Я сейчас вам говорю не о карте вашей, о том, что данные должны быть актуально по своему договору. Письменного формата. Именно в письменном формате, а не через личный кабинет. Вы сейчас не о том говорите. Я говорю, что данные у вас должны быть актуальны. А я вам объяснила, если вы меня не услышите. Вы просто не услышали, я сама вам сказала, а потом вы же мне повторили. Я вам говорю о том, что если у меня что-то изменится, я обязана уведомить об этом кредитора. Но уведомлять я буду не через личный кабинет, а заказным письмом по Почте России. Телефон личный, который за нас поступает, всегда на связи? Да может, я не всегда. Я еще буду отчитываться, всегда ли он на связи. Ну хорошо, тогда информация перед на служб безопасности. Да череповайте свою службу безопасности. Требования было доведено, поэтому я не могу делать это, принимать решение. Видал я вас. Спасибо. Алло. Алло. Надя Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Микросинансовая компания «Веббанкерзина» и Любовь Викторовна. Назову секретное слово, которое вы в компании оставили? Нет. Другое секретное слово. Девочка фамилия вашей матери. Я не назову никакого секретного слова. Надя Владимировна. На основании чего вы отказываетесь взаимодействовать с компанией «Веббанкерзина»? На основании чего я должна воздействовать и взаимодействовать? На основании исполненных вами обязательств будет компания «Веббанкерзина». Да, идите в суд. Какие проблемы-то? Ой, как у вас. Слушаю. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Обах России» Виспалика. Меня зовут Бавлан Пиналов. Алексей на записи разговора. Вы все-таки не решили оплату подносить по вашим договорам? Я вам уже сказала, все ваши тапки я вам отправила. Что вы ко мне прицепились? Мы к вам прицепились, Ольга Сергеевна. Да. Вы к нам прицепились. Я к вам прицепилась. В каком пункте? А что там написано? Что вы к вам прицепились? Да, там так и написано. Прилипли. Серьезно? Да. Ну, по назовительным пунктам. Во всех пунктах написано. В конце, после точки. Липучки, липучки, липучки. Да, Ольга Сергеевна, в общем, смешного-то мало. А чего смеете тогда? Я вижу выхоцепление через... Я сейчас сдохну, я уже на пятый этап с тобой поднимаюсь. Алло, здравствуйте. Да, Татья. Ирина Александровна? Да. Меня зовут Артем Александрович, я сотрудник Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. У вас есть задолженность, по какой причине вы не выплачиваете? Откуда ты появился? Как твоя фамилия? Причина ваша. Какая фамилия? Вагнер Артем Александрович. Вагнер. Вот ты, вот ты. Я не оплачиваю, потому что... Причина? Да дай сказать-то чего. Я не оплачиваю, потому что я не готова расстаться со своими денежными средствами. Понимаете, вы заключили, проводили договор с банком. И вы обязуетесь выплачивать денежные средства. Правовой договор с банком. Да, совершенно вовремя. Статья 819 Гражданского конкурса Российской Федерации. Угу. Так, так. Ну вот не выплачивают, что делать будете, а? Оплата будет от вас происходить в размере 104 тысячи рублей сегодня-завтра? Легко. Гарантируете оплату? Никогда. Никогда. Если оплата не поступит, сегодня-завтра звонки будут продолжаться. Это плохо скажется на вашей кредитной истории. Жизни, что звоните, звоните. Давно не было в Восточке. Ваша кредитная история будет испорчена, и в дальнейшем вы не сможете кредитоваться на протяжении 10 лет. Она уже испорчена, она уже 10 лет. Деньги нужны будут всегда. Не, не старайся. Оплата поступит от вас? Нет. Не поступит. Так. Хорошо, я сейчас посмотрю, что с вами можно сделать. 37 тысячи, сегодня-завтра вы можете оплатить? Нет. От вас поступит оплата? Нет. Не поступит. Хорошо, сейчас. Я готов вам отменить штрафную санкцию. И того, как оплатят будет. Прощай. Мы остаемся навсегда. Сейчас разъехались с поезда. Короче, девчонок, там подготовьте конструктивную диалогу, перезвони потом. 36 тысяч рублей. Нет, зафиксируй отказ, морально подготовься, завтра перезвони. Я морально готов, это вы не готовы. Ты готов? Нет, я не готов. Ты все слабенький. Нет, вы ошибаетесь. Я плохой наставник. 36 тысяч рублей готова оплатить сегодня-завтра? Я никогда тебе не дам. Деньги от своих. Иди ты лесом, калка восточке. Хорошо, я вас понял. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю о записи разговора. Меня зовут Малиновский Александр Николаевич, я специалист финансового контроля. Звоню и звоню в столичное агентство по возврату до... Светлана Евгеньевна? Да. Дату рождения, пожалуйста, назовите в целях информационной безопасности. Нет. Все из чем? Скрываю. Ну как я пойму, что именно с вами общаюсь тогда? С вами. Согласил бы информацию, сданные ваши конфиденциальные третьему лицу, вам было бы не очень приятно. Ну я вам под запись разговора подтверждаю, что я личность, это я. Поехали. Если бы можно было продолжить, мы бы продолжили, но по факту я обязан кинтересоваться. Ну давай тогда в поле чудес, две даты мне предлагаешь, я одну выбираю, и мой разговор продолжим. Я с вами играть не собираюсь. Вы думаете, я не слышу, какое халатное отношение вы испытываете к этому разговору? Поэтому любо называете сами, мы продолжаем, любо завершаем разговор. И вы принимаете замки дальше. Алиновский, никопридничий. Да, алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Алексей Сергеевич, судебный отдел Росденьги. Любовь Геннадьевна, 59 дней уже прошли у вас. Вы решили с коллекторами вести дальше? Да, 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 именно с ними. Хорошо. Анастасию не забудьте предупредить, она ждет, у Юлия, Максима. Всех предупредим, всех, всех, да, всех. Предупредите, что из-за вас они будут с выездными мероприятиями выезжать. Ага, так, сейчас придут коллекторы, приставы, прокуроры, зампрокуроров, судьи, мировые, федеральные, сейчас всех придут. Ну зачем, я вам говорю, просто коллекция агентка будет работать с вами. Не бейте отсюда, еблан. И поздорить. Давай, пока. Что? Что давать вы должны там? Давай, еблан, говорю, сваливай отсюда, дурачок. Кому давать вы должны что-то? Да боссу своему вечером ждать. Что должно давать? Станешь в пост взломной березы и дашь ему. Что вы, что вы давать будете? Ой, что вы, что вы, не оригинально, еблан. Как не оригинально? А зачем не оригинальничать? Оригинальничать, вы должны, вы же преступники. Ты уже с оригинальничал, когда пришел ебланом в рост деньги. Да? Кто, что? Кто? Кто бедствует? Кто нищий? Вы нищие. Ты нищий. Чего ты меня просишь, не у меня? Вы от этого страдаете, что ли? Тут только у метро где-нибудь. У кого? До свидания. Что ж нахуй? Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Мария Владимировна? Да. Это компания ОИН, ФКЦФВИЛА, деньги. Артем Юрьевич меня зовут. Тут есть долг компании. Почему оплату не сделать для сих пор, как от идейной прослуживания? Он что-то так смело разговариваешь-то, а? Кто тебе смелости предал? Твои влажные мечты быть большим начальником? Вы в себе сейчас, ФКЦФВИЛАДИМИРОВА? Я, да. Хочу тебя на место поставить. Вопрос, почему оплату не делаете? Почему ты так разговариваешь? Я нормально с вами разговариваю. Ты очень дерзко разговариваешь. Мне так не нравится. Ну, это восприятие ваше, не более того. В чем проблема оплатить крайний платеж в 3-700 по займу? Потому что, думаю, обойдетесь. Что? Обойдетесь. Не дослышишь? Вы откажетесь платить? Обязательно. Ну, я вас понял. По регистрации живете? Приезжай, жду. Там живете? Да, конечно. Ну, я вас понял. В общем, вот сейчас я верну деньги добровольным. По регистрации выездных сотрудников компании «Прайна Пути». Ути-пути, как нам страшно. Пока-пока. Да, Мария Александровна. Пока-пока. Пока-пока.